Ну что ж, всем доброго утра! На часах 6 часов 11 минут. Минут 5 назад проснулся. Точнее, проснулся я на самом деле чуть-чуть пораньше. Сначала, по-моему, в 5. В 5 с чем-то. Вот как обычно я просыпаюсь где-то вот в районе 5. Вот, потом изо всех сил просто такой, нет, Андрей, давай, давай, надо доспать, надо доспать. Ну, короче, где-то еще минут, наверное, 40 получилось. Получилось доспать. Вот, в общем-то, что? Какой апдейт? Да, получилось суммарно поспать там 6 часов, что-то там 20 минут, что ли. Вот. План минимум, план минимум выполнил. Вот, это, конечно, не 8 часов. Вот, на 9 я в целом и не рассчитывал. Вот, потому что 9 часов я не помню, когда последний раз я столько спал. Ну, просто реально, как бы ты ни старался, ты все равно просыпаешься и такой, ну там, после 7,5 часов сна, я такой, все, я как бы все больше не хочу, я выспался. Вот, ну и плюс часы мне постоянно показывают, что моя норма сна, ну, даже с учетом тренировок, это там 7 часов 20 минут. Вот. А, кстати, 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 сейчас 6 часов, поскольку это значит, что дистанция спринт сегодня стартовала. И я вот сейчас смотрю, дорога пока еще не перекрыта. А, нет, подождите, спринт же по этой части дороги и не поедет. Да, все верно. Точно. Тут никто и не поедет, и не побежит. Что еще? Да, все, понятно. Ну, короче, я просто смотрю туда, на волны, вот, и, значит, что можно заметить, что как будто бы та часть, где будет старт, нам волн поменьше. Вот, а так в целом, да, реально волны большие, ну, прям, прям реально большие. И если завтра такая же картина будет, ну, потому что вот сейчас реально, то есть вот время старта, грубо говоря, 20 минут назад, вот, там, мы все, да, забегаем в море и плывем. Вот. Ну, скажем так, то есть вот, ну, волны выше человеческого роста. То есть это прямо, ну, это прямо задача. Прямо задача пройти воду. То есть, судя по всему, первый, наверное, первый этап до разворота, это будет такая непростая, как бы, история. Вот, ну, потому что реально волны, вот. Что ж, ну, как есть, как есть. Возвращаемся очень ко сну. Маялся, маялся, значит, и в итоге вот что произошло. Я съел фрукты. Ну, опять-таки, потому что оправдываюсь перед вами, прям реально, да, признаю. Лежу и думаю, ну, все, как бы, ну, пипец, как бы вообще спать не хочется. И причем такое состояние, что даже и YouTube смотреть не хочется. Даже те сериалы, на которые я залипаю, они абсолютно, абсолютно никакой пользы не приносят. Ну, вот. Короче, это сериал «Реальные пацаны», что я вам рассказываю. То есть, я выбрал просто максимально, ну, не то чтобы тупой сериал, а понятно, что есть сериалы, которые тебя как-то вдохновляют, там, что-то интересное ты узнаешь. «Реальные пацаны» — нет. Это скорее сериал как раз-таки для... Я, по-моему, об этом уже говорил. Это тот контент, который... Такие телевизионные передачи есть, которые, допустим, смотрят люди, у которых, ну, возможно, что-то... Ну, не так хорошо все в жизни. И они смотрят на других людей по телевизору и такие... Слава богу! Слава богу, что у нас-то еще все нормально, а вот у них там полный бардак. Ну, вот. Понятно, что сериал как бы это выдуманная история, но все равно ты смотришь на этих ребят, на их проблемы, и думаешь, да, блин, фигайся, какая у меня хорошая жизнь. Вот. Признаю, да, признаю, это тоже так работает. Ну, короче, вот я этот сериал как раз-таки вот последние две недели смотрю, потому что, ну, вот просто, просто вот хой-хой... Ну, все это время хотелось прям разгрузить голову, максимально чем-то тупым заниматься. Вот. Начал смотреть сериал, и даже сериал уже не хочется смотреть. То есть лежишь и чувствуешь, что вроде бы, как бы, такое состояние вроде бы в сон тянет, но, как бы, ну, сериал тоже уже нет, как бы, желания смотреть. Вот. Ну, короче, выбешивался. Выбешивался. Вот. И в итоге понял, что все уже, как бы, чувство голода подпирает. Думаю, так, что бы съесть? Думал, что, там, орехи поесть. Потом думаю, ладно, блин, фрукты. Съем фрукты сегодня, как бы, ну, сегодня еще можно. Вот. И плюс еще... Почему можно? Потому что с момента последнего приема пищи прошло достаточно много времени. Вот, соответственно, все, ну, я понимал, что я эти фрукты на голодный желудок уже буду съедать, на пустой, точнее. Вот. И все корректно усвоится. То есть, опять-таки, идея в том, что желательно не мешать, там, ну, не знаю, там, белки с углеводами и фрукты. Понятно, что фрукты тоже углеводы. Ну, короче, именно... Ну, под углеводами я понимаю, там, муку, эти, крупы и так далее, и так далее. Вот. А что еще? Мука и крупы, и все, как бы, там. Вот. Потому что, короче, если вместе с фруктами съедать какой-то обычный обед, то в большинстве случаев все начнет бродить, и так далее, и так далее. Вот. Нам этого не нужно. Вот. Поэтому съел фрукты, и как бы, ну, как-то ментально так меня отпустило. Вот. Плюс какой-то хоть чем-то занялся, да, как-то перезагрузился от состояния, пытаясь уснуть. Вот. Ну, и в целом съел фрукты, да, и лег спать, и словил даже такое состояние, такого неглубокого сна, когда я четко помню это состояние, что я, короче, что я так проснулся от того, что кто-то в коридоре что-то зашумел. И я такой думаю, о, точно, я ведь действительно только что меня, ну, я начал засыпать. Я так этому обрадовался. С одной стороны, испугался, подумал, блин, если сейчас как бы я не усну, да, ну, потому что как бы сон мы перебили, то будет вообще задачка еще та. Вот. Ну, с другой стороны, я порадовался, что классно у меня получилось уснуть. И когда я проснулся от того, что меня разбудили, я еще такой полудрем чувствовал и думал, блин, так, сейчас главное удержать состояние. Ну, и в принципе получилось. Вот, уснул. По-моему, пару раз просыпался за ночь. Ну, это так уже не точно. Вот. Ну, короче, план минимум по сну выполнен. Это значит, что сегодня днем точно спать не надо. Вот, несмотря на то, что часы показывают, что недовосстановился, несмотря на то, что вариабельность сегодня первый раз за, наверное, полторы недели прям вниз, ниже нормы, вот, упала. А, опять-таки, все наши подводящие тренировки, они были как раз-таки, организм так в тонус вводили, и вариабельность всегда прям была у верхней границы. Вот. Ну, тоже какие-то надо выводы, конечно, с этим делать. Вот. Опять-таки, да, тренер может сказать, не зацикливайся на цифрах, но я считаю, что не то, чтобы надо зацикливаться, конечно же, зацикливаться не надо, но на цифры, цифры точно нужно использовать. То есть, это точно неправильная стратегия говорить, что когда цифры хорошие, да, ты такой, ну вот, все хорошо, и как бы, ну, тем самым подтверждаешь, что и в тренировочном плане все хорошо. А когда цифры плохие, типа, говорить, что, ну, не обращая внимания на цифры, это все фигня. Нет, ну, конечно, нет. Вот. Поэтому, блин, волны, нет, они не то, что... большие, они прямо, они сильно больше человеческого роста, я вот смотрю. Офигеть. Там прям серфингом можно заниматься. Ну, да что, ну, как бы, вот. Это факт. Вот. Короче. Что еще? А, ну, в общем-то, коль уж про волны начали. Вчера тоже, опять-таки, с ребятами общались на ужине, вот. И они напомнили как раз-таки, что на прошлом году старт плавательного этапа был Т-образный. То есть, ты отплываешь от берега по прямой, перпендикулярно, потом поворачиваешь налево, плывешь, потом поворачиваешь направо и потом практически сразу же поворачиваешь направо и плывешь долго вдоль берега. Потом поворачиваешь еще раз направо и практически сразу же еще раз направо. То есть рисуя верхнюю черточку у буквы Т. Плывешь, 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 проплываешь в середину дистанции, поворачиваешь налево и плывешь перпендикулярно к берегу. То есть, короче, с такой буквы Т плывешь. Интересно, почему была выбрана такая форма дистанции. Но в этом году дистанция треугольная, классическая. Вот, то есть, классическая треугольная дистанция, да. Соответственно, вот парень, с которым мы общаемся, он сказал, блин, это гораздо круче, потому что когда была Т-образная дистанция, там у каждого буя, а их получается раз, два, три, четыре, пять, шесть буев. То есть у каждого из шести поворотов там просто был коллапс, потому что куча людей, все у этих буев замедляются и так далее. Короче, он прямо сказал, что это была проблема. Вот, собственно, в этом году получается три всего буя, даже два буя, то есть два поворота стратегических. Вот, мы плывем от старта сразу по диагонали треугольником, делаем первый поворот направо, вдоль берега плывем, делаем второй поворот направо. Вот, итого получается, ну да, два буя. Вот, соответственно, действительно, вот эти столпотворения, их будет меньше и, соответственно, ну, плавать будет комфортней. Вот. Такой момент. Значит, такой момент. Так, что еще рассказать? Что еще рассказать? Вижу, вижу какие-то буи там вдалеке, но, ну, вроде бы где-то они находятся на уровне как раз-таки места старта, но как-то слишком далеко они от берега. Вот. Непонятно, непонятно. Вот. Еще вижу, что? Вижу, периодически проезжают три атлеты по велотрассе. Это, кстати, Александр, я, возможно, забуду этот вопрос вам задать, а вы, возможно, это видео посмотрите. Мысль такая интересная, да, что мы обычно перед стартом делаем бег. Вот. А что, если перед стартом на велосипеде покататься? То есть это всегда, ну, то есть чем прикольно, что, во-первых, ты ездишь, ну, проверяешь кондиции велосипеда, во-вторых, собственно, никаких ударных нагрузок нету, в-третьих, делаешь хорошую, ну, то есть, также физическую нагрузку, вот. И в-четвертых, ты проверяешь трассу, то есть, насколько она, какие там есть нюансы. То есть, ну, понятно, что, да, всю трассу не надо проезжать, да, но там, не знаю, минут 40-30 просто закатиться спокойно. Вот. Потому что именно, смотрю, очень много триатлетов едет, едет, ну, вот, на велосипедах, смотрит трассу, вот. Ну, и изучаешь асфальт, вот. Это тоже, конечно, важно. Вот. С другой стороны, как бы, да, велосипед, понимаю, он скорее раскручивает, ну, функционалку, но не опорно-двигательный аппарат готовит, а бег все-таки он самый такой импакт наибольший оказывает. Вот, поэтому, поэтому что? Поэтому, возможно, да, возможно, бег имеет место быть, да, то есть, за день до старта разбегаться, чтобы мышцы и такие поняли, о, нет, 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 кажется, мы, ни о каком отдыхе речи не идет. Кажется, нам нужно держать тонус. Вот. Что ж, что ж, понял сейчас еще, что такое состояние, то есть, ну, когда я говорил, да, что хочется, там, получать удовольствие, да, кайфовать от старта, от всего процесса, сейчас, как бы, я понимаю, да, что перфекционист во мне кричит, ну, вот, тут, тут, ты тут чуть-чуть, короче, не выспался, чуть-чуть то ли простуда в носу появилась, то ли я, поскольку нос, ну, короче, побрил, то, не знаю, может быть, просто острые волоски просто там что-то натерли, намяли, ну, короче, такая небольшая простудка внутри появилась, вот. Такое, как бы, эм, ну, ну, да и ладно, че, как бы, это, вчера смотрел интервью Николай Картозия, по-моему, да, это продюсер такой наш, вот, он сказал, говорит, что есть, как бы, стадия, когда что-то произошло, следующая стадия, это рефлексия, когда ты думаешь, блин, почему это произошло, ай-яй-яй-яй-яй, вот, и потом ты начинаешь, следующая стадия, ты такой думаешь, ну, что делать? И вот он говорит, вот эта вторая стадия, она вообще необязательная, вот. Вот, понятно, что это так все, ну, звучит, так скажем, не то чтобы смешно, но, ну, короче, смысл очень простой, что, ведь, действительно, когда что-то происходит, идет не по плану, мы сначала рефлексируем, да, там, что-то переживаем, волнуемся, какие-то неприятные мысли испытываем, а потом, как бы, как будто бы это состояние проходит, и мы переключаемся в режим так, включаемся, работаем, что делать, исходя из текущей ситуации, и, ну, действительно, как будто бы переживать необязательно, но именно вот эта мысль, она такая забавная, потому что попробуй, не переживай, да, ну, то есть, ну, в этом-то и есть ее простота, ну, то есть, что, ну, действительно, второй этап необязателен, то есть, ты просто можешь, ну, не переживать, и, действительно, ты можешь, можешь не переживать, вот, этому только нужно научиться и начать сразу действовать, ну, то есть, просто думать, что, окей, хорошо, это вот такой факт, как нам действовать. В принципе, как касаемо текущей ситуации, да, вот у меня факт, типа, я поспал 6 часов, мне кажется, по-хорошему надо поспать побольше, как сегодня, ну, сегодня ночью поспать, как мне, что мне нужно сделать, чтобы сегодня вечером хорошо уснуть. Ну, моя гипотеза очень простая. Нужно, во-первых, собственно, быть, ну, хорошо, ну, досыта наестся, но в тот момент, когда я лягу в кровать, чтобы часа минимум полтора прошло с момента приема пищи, вот, чтобы в желудок, ну, уже было легко в желудке. Это первое, обязательно ферменты съесть. Второе, значит, постараться, то есть, нет смысла, скорее всего, стараться лечь спать часов в 8 вечера, как бы, ну, надо ложиться спать, в общем-то, как обычно, я привык, там, в 9.15, в 9.30, раньше смысла нету. Вот, да, да, вставать все равно примерно часа в 2-3, и в итоге все равно, то есть, уже я понимаю, что там никаких там полноценных 8 часов сна речи быть не может, но мысль очень простая, что уснуть, грубо говоря, лечь там в 8 часов вечера, уснуть, вырубиться и проснуться в полдесятого в состоянии, что, ну, все, ты выспался максимально, да, вот это самый, как бы, не крутой расклад. Вот, поэтому лучше прям дотерпеть до вечера, вот, и поспать, как бы, ну, не полностью, да, все, там, 8 часов, но поспать максимально, там, длительное время из всех возможных комбинаций. Вот, это следующий момент. Потом еще дальше идем, дальше это, соответственно, весь день, ну, какую-то активность совершать, ходить, в принципе, у нас это и будет. Вот, сегодня, сейчас пойду на пробежку, дальше какие-то тут домашние дела будут, видимо, вот, а потом после обеда поедем уже на предстартовый брифинг, так, несмотря на то, что я его посмотрел в видеозаписи, будет еще брифинг, ну, собственно, когда организаторы будут стоять на сцене, будут что-то рассказывать, будут задавать вопросы, вот, ну, опять-таки, интересно, и дань уважения, да, все-таки, ну, написано, что он обязательный, вот, короче, это все важно. Давайте сегодня расскажу уж план на день какой, вот, после этого, соответственно, после брифинга он будет длиться один час, через полчаса будет сбор всех триатлетов, ну, из клуба вьетнамского нашего, сайгонского, да, Вьетнам Триатлон Клаб, клуб Сайгона, ой, это Ханои будет, Ханои Триатлон Клаб, вот, ну, короче, все клубы соберутся, будет групповое фото, вот, сделаем групповое фото, а, собственно, перед этим, перед этим, конечно же, после обеда мы сразу же поедем, заберем велосипед, сдадим его в транзитку, вот, естественно, вот, потом будет брифинг, потом групповое фото, вот, групповое фото где-то часам в пяти закончится, ну, и, в принципе, как раз, да, буду возвращаться в отель, буду уже тут, видимо, собираться, ну, вот, а, может быть, собираться буду после завтрака, посмотрим, вот, в принципе, ну, вот, как бы, план такой, вот, и дальше уже в спокойном режиме прямо успокаиваться, поменьше, как бы, возможно, даже с вами общаться, то есть поменьше, поменьше раскручивать свой, свой какой-то вот эту, вот эту энергию, ну, то есть начать уже ее прямо копить, вот, в общем, сделать все необходимые процедуры, чтобы, чтобы хорошо, так скажем, успокоиться под вечер, и хорошо, качественно уснуть, вот, такие апдейты, хочется продолжать, что-то с вами общаться, но, на самом деле, что, время, время попить воды и пойти, пойти на тренировку сегодня минут 20, по-моему, бега будет, вот, побегаю вдоль набережной, закрою гештальт, а тот, который я хотел закрыть в рамках, именно старта, да, бежать вдоль набережной, смотреть, кайфовать, но, собственно, опять-таки, побегаем сегодня, вот, так что, так что так, все, ладно, чувствую, что хочу продолжать общаться, направлю эту энергию на лучшее, утреннюю пробежку, продолжаем, всем хорошего начала дня. Так, почувствовал, что бег, бег чуть-чуть попозже будет, не мог не заняться стикерами, смотрите, в этом году я подготовился более основательно, взял ножницы, чтобы красиво все вырезать, что я хочу сделать? Ну, во-первых, я хочу красиво его наклеить на шлем, потому что здесь у этого шлема, да, не так много места, да, то есть, вот эта часть, соответственно, это красиво вырезать, наклеить, плюс на велосипед, как вы помните, на велосипед, вот это, это все целая такая наклейка, соответственно, она отклеивается и за подсидельный штырь, вот таким образом, как бы, да, цепляется, вот этот, вот этот подсидельный штырь, соответственно, вот так вот это все дело цепляется, и вот так вот эта штука сзади болтается. Соответственно, правилами не запрещено вырезать вот так вот и так далее Несмотря на то, что тогда на Фукоке, как вы помните, меня волонтеры остановили И подозвали главного по транзитке, чтобы он проверил, правильно ли я сделал Да, ну то есть так можно То есть самое главное, чтобы номер был направлен Чтобы сбоку его было видно Поэтому у меня посидельный штырь такой необычной формы И, короче, вырежу как-то это все аккуратно Вот наклеенный велосипед Вот, и следующее что? Наклейка для шлема, смотрите, вот она, да? Она с логотипом А это вот наклейка для насоса Соответственно, сейчас надо... То есть первое, что я понимаю, что такая большая наклейка мне абсолютно не нужна То есть вон тут сколько этих ушек бесполезных Это для номеров, ну у которых, собственно, там, не знаю, тысяча какой-то Вот, чтобы номер сюда больше помещался Мне, конечно же... То есть надо сейчас принять решение Либо мы обрезаем вот так вот Либо мы берем сразу вот этот байк-памп-стикер Потому что насос мы сдавать не будем с собой Ну то есть брать вообще не будем в транзитку Вот, так вот обрезать Потому что, опять-таки, места не так много здесь Вот То есть весь вопрос в том, что хочу ли я наклеечку с логотипом Или просто чисто номер Вот, все, сейчас подумаю и дальше буду двигаться Я прям тестирую систему Тестирую систему Я просто взял, вырезал совсем маленький номер Почему? Потому что... Почему я понял, что без вот этого логотипчика Потому что чем выше номер Тем больше складок он будет давать при наклеивании его на шлем Вот, чем номер мельче Точнее, не номер, а вот эта вот вся, как бы, основа Вот, тем, соответственно, больше она будет обтекаемей Вот, собственно, все, соответственно Здесь, поскольку визор будет, да, досюда Поэтому сюда его не наклеить Поэтому вот-вот-вот-вот-вот-сюда Сюда, короче, этот номер встанет Вот Поэтому объяснил себе, почему Iron Man надпись Iron Man Vietnam не должна быть на шлеме вот будет вот в таком виде компактненько строго так далее вот собственно а этот стикер пойдет на велочехол вот как такой памятный как памятная история вот собственно что еще да ну и осталось вырезать для велосипеда здесь тоже самое то есть вот эта надпись iron man вьетнам типа зачем зачем она скорее всего тоже сейчас их вырежу вот организаторы не ругайтесь и как бы наверное наверное то есть с одной стороны я понимаю что по правилам так можно делать с другой стороны ну возможно до организатором важно чтобы вот логотипы был то есть на фотографиях и так далее но не знаю мне важно чтобы у меня все было четко аккуратно красиво нигде не пупыр не пупырилась и так далее вот а для этого собственно вот такие вот такие вот истории делаем так 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 номер на подседельный штырь да я думаю что да просто его вырежу вот так вот и вот так вот короче еще еще подумаю вернусь даже при том что номер теперь небольшой да и площадь его контакта ну реально небольшая соответственно относительная так скажем поверхность изгиба шлема да на которую этот номер покрывает она не такая большая и грубо говоря чем чем площадь меньше тем она более ну грубо говоря более прямая вот даже несмотря на это номер все равно как видите супер ровно не получилось приклеить но это это как бы это логично то есть это абсолютно понятно почему так вот собственно из-за изгиба вот но тем не менее то есть все равно в целом в целом я доволен то есть аккуратность вот это это приятно вот все шлем значит готов шлем готов все визор закрепили так вырезаем вот эти штуки подписываем номер вот всякие полезные данные тут вот кайфуем от утренней скорости интернета реально что 2 2 и 6 мегабит в секунду вчера интернет был 20 килобит в секунду но именно нас на загрузку и скачивания точнее на скачивание но при этом youtube чик нормально работать так все вырезаем вот это и собственно street gear back стикер кстати по поводу street gear back что собственно мы все будем сюда складывать там неоднозначная штука несмотря на то что написано наклейте стикер вот сюда в гайде написано что стикер должен быть размещен за нижнюю ручку этого ремешка и за нижнюю ручку стики размещать конечно же эффективнее потому что отсюда он может отклеиваться но это прямо это прям факт потому что такая поверхность синтетическая я помню в как раз таки в прошлом году что-то похожее у меня было вот а когда за ручку ты клеишь ну все это железобетонная история вот плюс иногда на не на некоторых стартах ручки вот так сжимают их заклеивают ну то есть чтобы так скажем тем самым показывая и доказывая что если твой номер не порван значит в твой мешок никто не залезал вот конечно с другой стороны знаете когда вот так вот делают да то есть тем самым в тебя вселяется мысль что блин а кто-то ведь может залезть да а когда все строится на доверие тут и ты растешь в атмосфере доверия и собственно ты даже не допускаешь таких мыслей что кто-то может залезть в твой мешок который ты сдал как бы организатором в камеру хранения и так далее и это правильно то есть так конечно надо воспитываться ну вот но ладно немножко 5 философия пошла что ж продолжаем вырезаем ну все заготовки есть значит что в итоге один шлем на стикере кстати он 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 еще сильнее стикер начал там чуть-чуть отклеиваться и все неровности стали еще более заметными вот поэтому тут как бы как не старайся вот все равно нюансы будут соответственно это на подседельный штырь это заготовка я беру с собой ножницы чтобы уже там на месте аккуратненько по форме подседельного штыря вырезать потому что я напоминаю мне подседельный штырь он такой толкнул толстый идет вот по таким вот такой диагональ кай соответственно если я просто вырежу ровно буквы вот так вот ну не буквы а вырежу номер ровно под прямым углом будет некрасиво будет скошенный подседельный штырь и собственно прямые такие полоски поэтому мне важно обрезать именно по форме подседельного штыря возможно я даже возьму нож возьму нож лучше кстати ники гитарист кейси кей до сих пор ты когда мне подарил этот нож я такой думаю блин ну ладно первом если было думали им приятно на новый год соответствует такой подарок такой ну хороший нож и но я думаю блин я же никогда ими не пользуюсь думаю ну пускай будет ладно типа безделушка еще одна но блин как только собственно я начал путешествовать я понял что это просто вообще это он настолько все мои какие-то вообще потребности закрывает вот поэтому огромное тебе спасибо ники короче наклею этот стикер вот скорее всего ножом обрежу именно под нужной диагональю вот и будут красивые наклейки значит на всякий случай вырезал для мешка оставил подпись чтобы не запутаться потому что они все разного размера вот поэтому короче этот стикер соответственно идет на мешок а вот этот стикер это мой типа не знаю запасной что ли на всякий случай возьму его с собой там на слугу ну как бы если вдруг не знаю организаторы скажут что там нет на шлем нужно обязательно с логотипом ну окей план b такой будет вот это все очень отправляется со мной в транзитку а это это все отправляется в мой чемодан мой рюкзак в хошимин вот новые наклеечки для белокейса вот все отлично вот ну и собственно номера которые завтра надо будет переводить хорошая новость том что номер трехзначный это значит что номер будет занимать меньшую площадь на руке на ноге соответственно а что это значит это значит что ну то есть его будет легче клеить меньшая зона будет которую ты не мажешь солнцезащитным кремом вот и вообще это одна из тоже значит вещей я как раз на на этом старте aqua warriors я там сначала намазался кремом потом вспомнил что надо номер клеить и естественно в общем то как бы я руку там нет пытался смыть от этого солнцезащитного крема получалась фигня получалась фигня номер короче отклеился там на середине водного этапа уже не вот поэтому в этот раз я что сделал во первых я сейчас еще папа побрею руки ну уже перед видимо сегодня вечером побрею руки дальше соответственно я взял спиртовые салфетки вот такие вот обезжирю кожу то есть не просто и помою а прямо обезжирю вот наклею номер вот и после этого буду уже все солнцезащитные крема использовать причем солнцезащитный крем я кстати не тестировал но я его так скажем не рискую наносить на поверх этих наклеек потому что в инструкции по тому как их смывать написано что значит типа по массажирую с чем-нибудь масляным вот короче непонятно вот короче непонятно поэтому не будем рисковать но кстати возможно надо подумать буду ли я sunrise клеить вот этот вот наклеечку возможно нет кстати оставлю только iron man и соответственно как раз как раз на них можно будет затестить уже не знаю там хашимини как можно ли солнцезащитный крем поверх клеить да скорее всего с андрейс не буду не то чтобы у меня какое то есть я по-прежнему люблю этих ребят да ну то есть это то есть это их выбор да то что они ну как-то вот нет давайте не так это них выбор это просто моя недоработка что я там где-то не продавил не додавил не дожал чтобы наша встреча состоялась вот поэтому они абсолютно потрясающе делают классные дела вот но собственно надписи иран будет достаточно к тому же она здесь так скажем компус или типа обязательная то есть она является частью верхнего номера вот sunrise по сути вот отдельная такая травашка короче оправдываясь оправдываясь я перед вселенной и так далее вот еще интересная штука вот я увидел в вы цветы используй спорт стикс кет ютэс непонятно короче написано если ты используешь для ну плавательный костюм тут написано юс спорт стикс а спорт стикс я так понимаю это и есть вот эта штука использую эти спорт стики получи твой а ты получишь твои татушки смытыми то есть видимо тут написано что если ты используешь это с в сьютон то они видимо смоются вроде бы блин ну как бы задумался я хорошо а как на стартах происходит с гидрокостюмами когда ты клеишь номера сверху надеваешь гидрокостюм потом и снимаешь и все размазывается короче непонятно надо разобраться разобраться ну ладно это это те вопросы которые мне еще предстоит решать в будущем вот сейчас у нас другой формат старта вот собственно хорошо проговорили вот запишу ради приличия все данные вот сюда на номер вот так 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 ну и в целом ты все вот по-хорошему конечно блин нет надо все таки идти на пробежку а почему потому что позавтракать пораньше чтобы пообедать пораньше потому что если пораньше не пообедать в 12 то в 13 уже будет обязательно надо пойти забрать велосипед короче да 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 все я я все понял то есть да опять таки хочется заняться все все вот это доделать с другой стороны четко понимаешь что это можно делать уже когда у тебя завтрак в животе да и так далее вот два дела делать параллельно все окей значит еще раз кайф о нем от того что скорость интернета очень хорошая ну как бы нормально то есть вот это прям здорово вот пока что все на море как раз таки вьетнамцы да пока еще солнце не в полную силу не вступила вот все проводят время на море и и видимо интернет поэтому может себе позволить подразогнаться дать нам более широкий канал все во всем остальном все прекрасно замечательно все здорово вот да и вообще и в целом коплю энергию вот правда хочется продолжать с вами общаться но все двигаемся двигаемся на тренировку снабильного ночные неради в ночные ночные